Улица Бабич, угловой дом. Ну сколько метров, наверное, где-то 150 будет. От обездной до дома Ильдара Рашитовича рукой подать. Но попасть в него весной и осенью нереально. Ни на машине к нему не подъехать, ни пешком не пройти. Уже лет пять, как хозяин дома, в Распутицу живет в городе. А дом пустует. Просили, писали письма. Но все было бесполезно. Народ-то ждал асфальтовой дороги. Но я думаю, что здесь ближе к тому, когда уже снег сойдет, в мае месяце, допустим, было бы достаточно уже хотя бы щебенкой положить. Уже процентов 70-80 проблем, как говорится, головной боли снималось бы. Тут одному человеку в конце этого, на Восточке, в конце инфаркт был. Ладно, дорога была нормальная. Успели спасти человека. Вы понимаете? Тут сколько людей. Дети живут. Дети взрослые. А жизнь, она такая штука, да? В любой момент с кем-то что-то может случиться. Возмущались, собирали подписи, писали петиции. И, наконец, свершилось. Администрация официально объявила о том, что центральная улица Закива-Леди будет полностью заасфальтирована. Правда, на камеру, видимо, боясь сглазить, комментарии не дали. Поэтому некоторые сомнения по поводу появления асфальта на Восточке 4 все же остаются. А вот жителям Восточной 5 можно не сомневаться. Администрацию обязали в судебном порядке привести в надлежащий вид покрытие проезжей части улиц Ангама от Набаева, Ландышевой, Васильковой, Назара-Наджми, Ромашковой, Мусыгареева и Орландской. Это требование в суде отстояла прокуратура Нефтекамска. Администрация города попыталась переложить ответственность на фонд жилищного строительства РБ и привлечь фонд в качестве соответчика. Но вышестоящий суд оставил в силе решение Нефтекамского. 12 сентября 2013 года по ходатайству администрации в качестве соответчика было привлечено государственное унитарное предприятие фонд жилищного строительства Республики Башкортостан. Поскольку по договору аренды земельных участков не предусмотрено строительство дорог и проездов ответчиком ГУП фонд жилищного строительства РБ, удовлетворение исковых требований прокурора к данному предприятию отказано. Иск прокурора к администрации городского округа города Нефтекамск удовлетворен. Администрация же с данным решением не согласилась, в связи с чем ею была подана апелляционная жалоба. 6 февраля 2014 года Верховный суд Республики Башкортостан решение Нефтекамского городского суда оставило без изменения апелляционную жалобу администрации без удовлетворения. В общем, как бы не хотелось местным властям переложить ответственность за наше бездорожье на чужие плечи, делать все равно придется самим. Хотя жителям по большому счету все равно. Главное, чтобы дорога наконец появилась. Лилия Гарифульна, Денис Кузнецов. Время новостей.